Девчонки Девчонки И сегодня мы немного разберемся с этим. Я расскажу о CTF для команд разработки и о том, как с помощью него найти и воспитать киберчемпионов. Я не так часто выступаю, поэтому я буду пользоваться своими заметками. Немного обо мне. Меня зовут Артемий, а я вместе со своей командой в антифишинге мы делаем продукты по безопасности, которые помогают решать проблемы человеческого фактора. Но всю жизнь я занимался практической безопасностью, был пентестером в Позитиве, участвовал в различных CTF-ах, баг-баунти. И, в общем, все такое. Находил уязвимости в портвиз, в Burp Suite, в портсвигере. Итак, для начала разберемся, что же такое безопасный продукт. Обычно безопасники, мы с вами все, мы считаем, что безопасным продукт делают средства обеспечения безопасности. Различные састы, дасты, вафы, в конце концов, помогают не допустить каких-то событий стрёмных. Вот, и вначале был, значит, какой-то незащищенный продукт, применили все средства и получили на выходе классный защищенный продукт. Но на самом деле продукт защищенным делают не средства безопасности. Средства безопасности позволяют лишь выявить какие-то проблемы или могут попытаться предотвратить какие-то атаки в процессе работы приложения уже. Ну, безопасным делают его разработчики, значит, в VDE садятся, там кодят, именно безопасный код. Пользуются всеми этими инструментами, загружают это в ГИД потом, все это собирается. И вот они являются главным звеном, тем звеном, кто может сделать все безопасно. Значит ли это, что нам нужно обучать разработчиков практикам безопасной разработки? Да, но курсы в онлайн и оффлайн формате разработчикам неинтересно проходить, особенно вот такие вот. Потому что это отвлекает их от реальных задач, которые они делают каждый день. Вообще-то у них дедлайны горят, у них там задач очень много, им вообще не до этих курсов, вообще не до всей вот этой движухи. И уж тем более они вряд ли будут смотреть что-то подобное. Что же делать? Ну, во-первых, можно поработать над материалами. Можно сделать понятные, красивые курсы, в которых будут понятные схемы, понятные формулировки. Они вот такие, в которых все будет понятно и очевидно. Но на самом деле, даже несмотря на то, какой классный продукт, какие классные курсы, учебные материалы вы сделаете, есть шанс, что разработчики туда даже вообще не зайдут. Просто потому, что не посчитают, что это важно. Или потому, что привыкли, что безопасники предлагают обычно какой-то трэш. Очень сложно и вообще не разобраться в этом. Ну, потому что у них был вот такой вот негативный опыт, например. Ну, или потому, что в принципе у них отношения с командой безопасности не очень хорошие. И, в общем, не настроена связь такая между ними. При этом разработчики также могут знать, как делать безопасно. Но по какой-то причине могут это не сделать. Потому что не считают это важным. Или потому, что так быстрее. Или потому, что всегда делали так. Потому что они самые умные. И, ну, они, в общем, эксперты. К чему это иногда может приводить? Я привел здесь небольшой пример. Он основан на реальных событиях. Значит, приложение, в баг-баунти. В баг-баунти приходит репорт от пентестера. Что, значит, в этом месте есть XSS-уязвимость. Задача приходит разработчику. Что он делает в первую очередь? Ну, он там идет, просто гуглит быстрое решение. И это решение – это использование функции HTML Special Chars. Ну, типа XSS, нужно спецсимволы перевести в HTML-сущности, очевидно. Ну, вот. Ну, все, значит, он функцию эту добавил. Считает, что все, безопасно. Задеплоил. Через баг-баунти приходит ответ, что нет, это не сработало, потому что на самом деле функция HTML Special Chars не кодирует одинарную кавычку. А вот здесь значение параметра тега именно в одинарных кавычках было указано, и поэтому весь его фикс на самом деле не сработал. Ну, окей. Разработчик добавил специальный флаг, который добавляет еще и преобразование одинарной кавычки в HTML-сущности. Ну, опять все, значит, закоммитил. И приходит уже следующий репорт, что уедимость все еще не исправлена, потому что можно использовать псевдо-протокол JavaScript. И вот, значит, если написать JavaScript, двоеточие, то все еще можно использовать JavaScript-код. Ну, окей, разработчик такой, JavaScript, понятно, вырежем. Использовал функцию str-replace и начал заменять все эти вхождения. Приходит опять репорт. Не получилось исправить уязвимость. Можно, значит, хакер может разные регистры использовать для того, чтобы обойти такую защиту. Разработчик, значит, ну, понятно, задача, решение. Использовать регистры независимую функцию замены. Добавил, значит, одну букву, получилось str-replace. Вот. Ну что, теперь кажется, что все безопасно. Ну, конечно же, и здесь все равно осталась проблема. Проблема заключается, в данном случае осталась, заключается в том, что хакер может воспользоваться забавным трюком и поместить внутрь одного спецслова JavaScript другое. Вот, то есть его воткнуть прямо посередине. И когда произойдет эта замена, и слово вырежется, то вот там вот внизу вы увидите результат. Вот. То есть в конечном счете появился валидный пейлот все равно. Таким образом, уязвимость все еще не исправлена. Почему же так происходит? Происходит так, потому что не всегда намерения разработчика совпадают, ну, вот с этими задачами по безопасности. Приведу пример намерений, о котором мне рассказал мой коллега. Врачи в одном госпитале не мыли руки перед осмотром пациентов. Для того, чтобы они, значит, это делали, перед умывальником повесили табличку «Гигиена рук защищает вас от болезней». И это не возмело никакого эффекта. Когда же табличку поменяли на «Гигиена рук защищает пациентов от болезней», количество врачей моющих руки увеличилось на 45%. Почему? Потому что намерение врачей лечить своих пациентов. И когда это намерение совпало, врачи действительно стали делать то, что от них требовалось. Так же и с разработчиками. Посмотрим, какие же намерения, что важно разработчику. Это выпустить продукт вовремя, сделать всю нужную функциональность, писать качественный код. Качество кода — это то, что делает разработчика счастливым. То, значит, недопустимо для разработчика, чтобы на проде была какая-то критичная бага. Ну, в общем, ему в этот момент некомфортно, ему точно нужно все сразу исправить, чтобы работало. Иначе это его личная ответственность, ему это важно. Что же важно безопаснику? Обеспечить контенциальность, целостность, доступность, выявить уязвимости, устранить угрозы, снизить риски, обеспечить соответствие требования. И важно, чтобы код был безопасным. Намерения разработчиков и намерения безопасников в данном случае не совпадают. Что нам нужно сделать, чтобы эти намерения синхронизировались? Нужно подсветить разработчику то, что качественный код — это безопасный код. И как же это сделать можно? Когда мы подсветим то, что намерения эти совпадают, это будет мотивация разработчика писать именно безопасный код. А мотивированный разработчик — это крутой разработчик. Они сами найдут всю необходимую информацию, какие уязвимости закрывать. Они попросят материалы, вот те самые курсы, и уже сами будут заинтересованы в том, чтобы их проходить. Проследят, чтобы продукт был безопасным, то есть качественным. Но также и помогут и другим командам найти какие-то проблемы с кодом. Так как связать понятие качественного и безопасного кода? Можно просто пригласить разработчиков вот сюда. Здесь в соседнем шатре буквально происходит стенд-офф, условно большой CTF. И вот там видно, что проблемы с уязвимостями делают продукт некачественным, плохим. Но по чесноку мало кто из присутствующих вообще даже на этом событии разбирается, что вообще происходит на стенд-оффе. Там все достаточно сложно, и только лучшие специалисты соревнуются там за то, чтобы взломать какую-то систему. Большинство народу тут видят только красивые картинки, но слабо понимают, что происходит там на самом деле. И это большая проблема. Именно поэтому стандартные вот такие CTF-ы, CTF-ы для безопасников, для хакеров, не особо подходят для разработчиков. Потому что разработчики в своих регулярных задачах решают настоящие проблемы, решают настоящие задачи. Им не интересно какие-то искусственные синтезированные задания. Я приведу примеры таких заданий. Этот CTF, как пример, разрабатывали мои очень хорошие друзья. Я вообще обожаю и CTF-ы всех ребят. Но конкретно такие задания не очень подходят для разработчиков. В чем же тут суть? Значит, на каком-то порту находится какой-то бинарный файл, который запрашивает результат четырех операций. Найти наименьшее простое число, которое больше заданного. Найти наибольшее простое число, которое меньше заданного. Найти произведение двух чисел. В общем, это какая-то задача достаточно синтезированная. В реальной жизни вот такое мы разработчику в джире такое вряд ли назначат. Он с таким вряд ли столкнется. Зачем это вообще ему все? Или вот такой пример. Значит, дано два каких-то файла. Один видео, второй там надо еще разобраться. Мы смотрим видео, там какой-то светодиод. Нужно обратить внимание на то, что там есть короткие сигналы, длинные сигналы. Нужно как-то отреверсить второй файлик. И в конечном счете на каком-то этапе нужно понять, что где-то тут зашифрована азбука Морзе, и вот что-то там как-то проинтерпретировать. Ну где это в реальной жизни встретится? Ну нет, конечно, при разработке программных продуктов вряд ли вам понадобится азбука Морзе. И вы вряд ли будете этим заниматься. Ну а здесь, например, разработчику нужно заметить, что здесь написано B64 только задом наперед. И вот такая вот интересная вещь. Кажется, что все эти задания не совсем подходят разработчикам. Они либо слишком сложные, либо абсолютно не связаны с теми задачами, которые они делают в реальной жизни. Поэтому для того, чтобы сделать крутой CTF, нужно максимально сделать такое приложение, такой CTF, который максимально реалистично имитирует бизнес-логику приложений. Желательно, если это будет бизнес-логика тех приложений, которые разработчику приходится разрабатывать в рамках его стандартных рабочих задач. Мы, когда проводили в своей команде первый CTF, мы прям специально имитировали компанию, которая разрабатывает плюс-минус похожие продукты на рынке. Они, конечно, были совсем другими и попроще, но тем не менее. Ребята чувствовали, что это вот прям то, что нужно, и им было интересно. Честно говоря, там куча людей просто там всю ночь занималась этими задачами, и потом делилась между собой, как это было классно. Либо же можно использовать какую-то функциональность, которая всем понятна, всем интересна. Например, там может быть имитация реального интернет-банка. То есть это то, чем мы все с вами пользуемся ежедневно. Это понятное приложение, понятные функции, все очевидно понятно. Также важно понимать, что в командах могут быть разработчики разных уровней. Есть там джуны какие-то, есть медлы, сеньоры. И в CTF нужно предусмотреть задачи, которые будут интересны и будут посильны каждому из этих уровней. Ну и, конечно, чтобы CTF был по-настоящему интересным, классно, если это будет какая-то одна история, когда задания все собираются в какую-то общую логику, в какой-то общий сюжет, и это, в общем, дополнительный интерес вызывает. Такой CTF будет интересен разработчикам, поможет увидеть связь между безопасностью и качеством. Ну и пример такого CTF мы сделали для себя и для наших клиентов. Он как раз имитирует самый настоящий онлайн-банк с обратной связью, с каким-то блогом, со всеми стандартными операциями, типа различных мультивалютных счетов, карточек, ну и стандартных операций, типа перевода денег, по номеру счета, номеру карты, все, к чему мы привыкли, и все, что мы видим, как раз и пользуемся каждый день. Да, и мы в сумме, мы провели такой CTF в различных командах, в сумме в нем поучаствовало больше тысячи человек, и вот такой вот эффект мы получили. Мы получили несколько эффектов, вот, это один из них. Неочевидный эффект – это коммуникация между ребятами, которые участвовали в CTF. То есть различные команды, которые разрабатывают абсолютно разные продукты в компании, которые вообще никогда друг друга не видели и никак не общались, начинают взаимодействовать. И вот конкретно здесь мы реализовали функцию, реализовали такую особенность CTF, которая позволяла с помощью различных атак-эксплойтов друг на друга, в общем, разработчикам, коммуницировать как-то. Ну, вот, там, воровать деньги, какие-то сообщения пересылать друг другу. Вот, и конкретно в этой ситуации со мной связался один из участников CTF, вот, и прислал мне такой пример. Что же тут происходит? Здесь как раз происходит атака на него самого, атака другим участникам CTF, он эксплуатирует уязвимость, с помощью которой можно своровать деньги. Это уже было под конец CTF-а. Что же было в этом эксплойте? Вот, а в этом эксплойте было очень приятное поздравление, что, ну, в общем, мы было забавно вместе проходить этот CTF, забавно соревноваться, ну, в общем, за первое место на самом деле. В чем еще дополнительная особенность? В том, что человек, который отправил такой пейлот, он сделал его особенным. Особенным в каком плане? Он знал, что, в общем, тот, кто это открывает, заходит в свой личный аккаунт в банке только через Курл, просто потому, что боится, что его взломают под конец мероприятия и, в общем, заберут все его деньги. Вот, этот человек знал об такой особенности и отправил такой пейлот, который только при открытии с помощью Курла показывает вот эту вот надпись. Но если открыть тот же самый пейлот из браузера, то он просто сворует все ваши деньги, ну, там, типа сменит пароль от аккаунта, и вы останетесь ни с чем. Вот. Очень забавно. Важные результаты. Киберчемпионы в своих командах. Кто же такие киберчемпионы? Киберчемпионы в рамках нашего CTF это те люди, которые справились с максимально большим числом заданий, это те, которые решили там все. Они в ходе этого решения самостоятельно находили всю необходимую информацию, разбирались в деталях каких-то уязвимостей всех этих, эксплуатировали эти, и действительно на практике показали, что они лучшие. И что важно, да, когда у вас появляются киберчемпионы в командах, важно то, что они являются некоторым связующим звеном между безопасностью и остальными разработчиками. Разработчики не любят ходить к безопасности, потому что безопасность все время мешает им в процессах. И в данном случае ребята могут ходить уже не к безопасникам, а к людям, с которыми они, во-первых, каждый день работают, и которым они могут уже доверять, потому что они на практике показали и доказали свою квалификацию. Какие еще интересные эффекты получились? Один из разработчиков после CTF написал мне в личные сообщения, некоторое предложение. Ему настолько захотелось, чтобы с ним работали квалифицированные люди, которые шарят в безопасности и делают именно качественные продукты, что он предложил использовать CTF как аттестацию для всех работников, для всех разработчиков, которые присоединяются к команде. Конечно же, инструменты для того, чтобы проводить такую аттестацию, наверное, можно выбрать иные. может быть, CTF именно для аттестации и не очень подойдет. Но то, что он сам об этом задумался, участник команды задумался о том, что он не хочет работать с людьми, которые не шарят, и которые могут какую-то шнягу написать. еще один дополнительный эффект, которому может CTF привести. Это то, что CTF может повысить качество внутреннего баг-баунти. То есть разработчики, которые раньше не шарили, начинают понимать, что такое уязвимости, как их находить, эксплуатировать, закрывать, и они могут начать искать уязвимость в ваших внутренних продуктах и, соответственно, репортить их. Те разработчики, кто раньше этого не делал, начинают это делать. Те разработчики, кто уже этим занимался, скилл у них уже возрос, они делают это более качественно и с новой волной мотивации. Но очень важно не разрушить их внутреннюю мотивацию. и важно в первую очередь показать, что вы им благодарны за то, что они делают. И только лишь после этого возможно наградить их действительно тем, что они там заслужили. Может быть, айфон подарить или еще что-то. В книге «Человеческий фактор» есть пример как разрушения такой внутренней мотивации. В чем там суть была? В общем, команде нужно было срочно выпустить некоторый продукт. В общем, горели дедлайны. Команда разработчиков работала просто без выходных днями и ночами. И руководство заметило это, все это ценили. И руководство, желая дополнительно мотивировать ребят из команды, попросило их тимлида пойти к ним и сказать, что им заплатят дополнительные деньги за переработку, потому что важно закончить продукт вовремя. И когда тимлид пришел к команде и сказал такое, они отреагировали абсолютно противоположным образом. Сказали, что мы тут что, по ночам за деньги что ли сидим? Мы тут вообще-то качественный продукт хотели выпускать. Но если за деньги, то как бы все, сорян, мы пошли по домам, пора отдыхать. Поэтому очень важно не разрушить их внутреннюю мотивацию. Сначала благодарим, потом уже вручаем различные призы. Вам может показаться, что организовать такой CTF может быть достаточно сложно. Но на самом деле это не так. Вы можете начать это делать уже буквально в первый рабочий день, в понедельник. Что для этого может потребоваться? Во-первых, соберите топ-10 проблем, уязвимостей и ошибок, которые допускают ваши разработчики в актуальных контекстах. Посмотрите на вашу систему обучения, курсы, которые вы даете своим разработчикам. Ответьте честно на вопрос. На вопрос, интересны ли эти курсы разработчикам и эффективны ли эти курсы. Насколько эти курсы влияют на решение вот того топ-10 проблем. Опишите требования для CTF как интересного и эффективного формата вовлечения разработчиков. И, соответственно, сделайте сами или закажите такой CTF, который будет интересен для разработчиков, ну и поможет найти и воспитать киберчемпионов. Спасибо. Организаторы просили оценить доклад, поэтому если вам не страшно сканировать этот QR-код, если вы не считаете, что он поддельный, то пожалуйста. Спасибо. Мы можем перейти к вопросу. Спасибо за доклад. Меня зовут Светлана. Вопрос такой, вопрос провокации. Есть такая фраза, ты тренируешь то, что ты тренируешь. И я уверена, что CTF для разработчиков было классным времяпроведением, геймификацией, все кайфанули, все очень довольны. Но по факту, вот что в голове у них поменялось после этого, что они сразу стали классно, качественно кодить безопасно и не стали отключать дебаговые штуки всякие, verify false ставить, потому что неудобно. Конкретно в нашем случае это мотивирует, ты очень правильно сказала, то, что ты тренируешь, то, что ты тренируешь, да. Но конкретно в нашем случае для того, чтобы качественно решить эти задания CTF, разработчики попросили безопасности предоставить им какие-то материалы. А эти материалы, как я уже показывал, мы достаточно хорошо подготовили. Там понятный материал, все понятно объяснено, различные схемы, понятные формулировки, практические задания, где разработчику нужно действительно взять уязвимый код, понять, где уязвимость, исправить его, ну, либо среди вариантов вариантов кода выбрать, например, тот, который уже не содержит уязвимости. И вроде с одной стороны они учились атаковать, но по факту им приходилось обращаться к материалам, которые учат делать правильнее. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Зачастую специалист по безопасности не является профессиональным разработчиком или профессиональным участником CTF соревнований. Из чего можно сделать вывод, что он, скорее всего, не сможет сразу составить какие-то такие вопросы для CTF, которые будут одинаково интересны программистам всех уровней. Ну, если мы берем там Джон Мидл и Синьор. И вопрос. Где специалистам в безопасности в условиях недостатка своей квалификации искать идеи для задач, которые будут интересны Мидламу и Синьорам? Хороший вопрос. Конечно же, большинство безопасников мало что понимает в программировании. Честно говоря, некоторые там вообще последний раз видели это только в университете. В таких случаях можно либо обратиться просто к людям, которые в этом чуть больше понимают, либо найти доверенных людей из разработки, которые будут заинтересованы в этом, если такие есть. Ну, как раз CTF, на самом деле, помогает таких искать. Чтобы его сделать, нужно немного поработать. Откуда топ-уязвимости можно взять? Ну, соответственно, есть все еще те средства безопасности, которые безопасники уже используют. Можно пойти посмотреть, какие проблемы встречаются чаще всего и начать с них. Хорошо, спасибо. Снова привет. Нужно немножечко контекста для следующего вопроса. У меня прошлая курсовая работа была по окраске создания, обучения сотрудников на противодействии социальной инженерии и всему подобному. Суть в чем? Я там понял, что нужно гимнифицировать то, как будет проходить обучение. То есть CTF это прям отличный пример. А также я там выдавал, начиняю, то, что выдавал, то, что суть за положительные действия от сотрудников они получают какие-то фишки условные, которые потом они могут обменять. Вот насколько ты считаешь, что это правильное действие, что происходит мотивация каким-то мягчем к той организации. Мне кажется, что мотивация может быть разной, но конкретно в случае CTF честно говоря работает больше другой тип мотивации. Мотивация эго. Это когда разработчик может показать перед всей командой, что вот он шарит, он молодец, он там условно находится в топе скорборда. И вот такая мотивация их больше подстегнет, чем какие-то мерчевые штучки. Понял, спасибо. И еще один вопрос относительно форм CTF. То есть, на примере был один. Какие еще есть варианты? Что-что? В форме CTF. То есть, я понимаю, было противодействие между командами? Конкретно здесь было не противодействие между командами, а противодействие между каждым участником CTF. А какие-то еще другие формы рассматриваете? Мне кажется, что форма не супер важна. Ну, в жопарде это будет. Очень важно, чтобы это были связанные задания между собой, чтобы это был единый сюжет, чтобы это была как будто бы какая-то компания, желательно, прям та, в которой ты работаешь. Чтобы это были не просто задания, там, уязвимость в веб-приложении, а тут уязвимость в каком-то другом абсолютно не связанном приложении. А может быть, это как в нашем CTF, например, будут какие-то уязвимости на этапе поставки, какие-то уязвимости, которые можно проэксплуатировать атакой на цепочку поставок, как раз. Или какие-то уязвимости, которые можно проэксплуатировать на этапе диплоя приложения. То есть, максимально похоже не только на продукты, но, может быть, даже на процессы, которые в компании проходят. Спасибо. Привет. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было послушать. У меня будет немножко скучный вопрос. Сколько времени заняла подготовка к этому всему мероприятию и сколько времени заняла, собственно, его проведение среди разработчиков? Потому что, когда ты приходишь к руководству с такой идеей, провести какую-то такую игру, то, естественно, они спросят, в какие сроки, в какие бюджеты это все укладывается. Когда мы делали свой первый CTF для своей внутренней команды, наверное, мы потратили всего пару недель. Это выглядело очень непрезентабельно, но где-то были недочеты, но тем не менее. И проводили его в таком режиме хакатона, когда все ребята собрались, у нас распределенная команда, мы все встретились, собрались в одном городе, было в Адлере, было достаточно приятно. и просто все буквально день или два активно чего-то делали. Но в дальнейшем мы поняли, что это не очень подходит, потому что на самом деле у разработчиков все еще есть горящие задачи, у них там есть дедлайны, все вот это прочее. Поэтому мы решили, что CTF нужно делать таким, чтобы каждый член команды мог в нем поучаствовать. Для этого мы своим клиентам предлагаем формат мероприятия такой, когда задачи можно решать в промежутке 2-4 недели. За 2-4 недели, как правило, каждый может хотя бы попробовать, а вот если он попробует, то у него уже все это пойдет. Ну то есть условно это будет интегрировано как-то в рабочий процесс, то что разработчики будут тратить несколько часов в день на то, чтобы поучаствовать во всем этом мероприятии, а не то, что они прям выделены на несколько дней, куда-то отправились и всем этим занимаются. Идея была именно такой, но эффект был таким, что разработчики настолько вовлеклись, что там сидели днями-ночами и старались как можно больше делать. Но рабочие задачи не пострадали. Ну да, то есть я просто говорю, что самая большая проблема как раз это встроить в рабочий процесс, чтобы от этого не страдали текущие процессы. А так, спасибо за ответ. Добрый день. Тут. У меня такой вот немного вопрос отвлеченный. я получается на одном из мест работы тоже разрабатывал курсы. И мне в целом эта тема обучения близка. И вот я тогда так и не нашел правильной стратегии. Когда я разрабатывал курс по фишингу, по противодействию фишинга, там была не IT-компания абсолютно. И вот я пытался тоже апеллировать на то, что это нужно вам, чтобы компанию там не пошифровали полностью и в этом остались без зарплаты. Также там вставлял моменты, как лично на вас могут атаковать. Условно говоря, если это фишинг, там где-то украду учетку в ВК. Правильный ли это способ или нужно к нетехническим специалистам, которым сложно объяснить, что такое домены, где-то точка и чем отличается от тире. То есть как подойти в плане фишинга к этому вопросу? В плане фишинга? Это очень хороший вопрос. У меня компания называется Anti-фишинг и здесь собрано достаточно много моих коллег. Мне кажется, что именно этот вопрос мы можем обсудить уже все вместе после завершения доклада. И здесь есть люди, которые в этом шаре намного больше, чем я. Именно в том вопросе, который ты задал. Хорошо. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Вот я знаю из опыта некоторых людей, которые занимались тестированием на проникновение, что им было довольно легко уйти из своей сферы в разработку. И из вашего доклада я понял, что из разработки в тестирование на проникновение довольно сложно перейти. из разработки в тестирование на проникновение. Да. Честно говоря, это достаточно сложный вопрос. Просто потому, что разработчик, он создатель. Он создает какой-то... Он творец. Он создает новые value, новые продукты, новые функции. с пентестерами все не совсем так. Обычно они приходят, все расхреначивают вокруг и оставляют только угольки. Но, тем не менее, они тоже вкладываются, они тоже делают продукты лучше, они делают их качественными как раз тоже в какой-то мере. Это вопрос психологии. Да, это вопрос психологии скорее. Да, спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Я правильно поняла, что у вас не task-based в сети в GeoParty? Что-что? Не task-based. Это task-based, но, наверное, совмещенный как раз со взаимодействием между пользователями. По сути, это отдельные таски, конечно. У каждого из них есть какое-то описание, у каждого из них есть конкретная функциональность, в которой бага какая-то, есть. За решение таска пользователь получал какое-то количество баллов, как в GeoParty сети, условно. Но все они связаны как раз с единой линией, единым сюжетом, и некоторые задания у разработчиков открывались как реакция на то, что они прошли предыдущие. Например, разработчик смог взломать какую-то уязвимость, например, преэксплуатировать XXE, например. мы делаем условно событие, что команда безопасности заметила, прямо сейчас происходит реагирование на инцидент, прямо сейчас на стейджинг-сервере тестируется какое-то промежуточное решение, и разработчики уже, соответственно, переходят, находят стейджинг-сервер, начинают его атаковать и вмешивают в процесс доставки. Что-то такое, что поддерживает процессы. Ну, то есть, по сути, как бы сдача флагов тоже была? Конечно. Была. А что вы использовали для того, чтобы принимать эти флаги и вести рейтинг? Ну, мы использовали CTFD, как и все, да. Большое спасибо. Ну что, есть еще вопросы в зале? Есть. Да, спасибо большое за доклад. И вот, как было вами ранее упомянуто, многие специалисты по ИБ не сталкиваются с кодом. И вот вопрос наоборот. Можно ли как-то привить ИБшника, писать код? И в каком формате это было наиболее интересно им, на вашу точку зрения? Мне кажется, что просто ИБшник и ИБшнику рознь. Там есть пентестеры, есть апсеки, которые шарят в этом больше. Я, допустим, тоже практикующий пентестер, по сути, очень хорошо. Ну, я на самом деле шарю безопасности практической, и много опыта было в этом деле. И я действительно писал код в рамках своей работы. Мне нужно было все равно писать какие-то эксплойты, автоматизировать свои задачи. это тоже программный продукт. Артемий, есть еще вопрос? Спасибо за доклад. У меня вопрос такой, насколько эта система применима именно в образовании. То есть, являясь преподавателем и курируя как раз-таки CTF-направление в своем университете, мне вот интересно, ну, я, наверное, ожидала, что именно вопрос пойдет по образованию, то есть, применимо ли это в плане высшего учебного заведения или нет. И по опыту, сталкиваясь с разными форматами, мне кажется, что CTF в плане task-based, он более заходит именно программистам. Как раз-таки, если мы безопасники, то мы уже говорим про King of the Hill, про царь говорим. Спасибо. Хороший вопрос. У нас был опыт как раз обучения, вовлечения студентов через CTF. Мы использовали похожий подход, разные версии этого CTF-а обкатывались как раз на студентах. Мы с ребятами из FinTech Hub в Адлере собираем свое время от времени. И у них там учебная программа, они приглашают лучших студентов, которые шарят в безопасности к себе, учат их там неделю. И в рамках этого обучения мы также и CTF это туда заносим. Ну и судя по обратной связи и по той активности, которую ребята проявляют, это работает. Работает точно так же, как и с безопасниками. Единственное, что задания для студентов направлений кибербеза могут быть сложнее. Прошу прощения, а можно я вмешаюсь немного в ответ? Просто я тоже преподавал в университете и мне поставили задачу именно сделать CTF-команду и провести именно в форме CTF-а обучение. и по моему опыту получилось так, что мы делали разного уровня задания, но буквально из всего потоков 200 человек, то есть 10% в это вникли, где-то 5%, а остальным получилось так, что они полгода ничего не делали. Поэтому тут такой сложный момент в этом плане. Слушайте, насчет студентов конечно ничего не скажу, потому что у них там могут быть разные развлечения, помимо CTF-ов. Кроме того, что вовлекать, может быть лекции какие-то. Я просто не знаю, как у тебя это проходило. Расскажу, как мы с ребятами из FinTech Hub собирались. Во-первых, ребята туда в принципе уже приехали учиться и понимают, что там все лекции будут в контексте безопасности. Про банки рассказывали, про всякие недопустимые события рассказывали и все такое. Мы же туда пришли, рассказали как раз конкретные практические знания. Во-первых, первоначальная наша встреча была образовательная. Рассказали теорию, немного рассказали, показали на практике и затем ребята эти же знания могут применить. Там, конечно, не весь массив знаний мы им давали, чтобы они сами могли развиваться, что-то поискать и применить дополнительно. но тем не менее услышав что-то и прям тут же в этот же день попробовать это применить, это имело эффект. Просто у меня получилось так, что у меня не было возможности подготовиться и дать какие-то задания на практике и потом дать им чуть-чуть другие, но с тем же, например, с той же уязвимостью. и я их очень там сильно агитировал идти в Google и читать в райтапы, дал там ссылки на эти все вещи, где можно смотреть, давал задания, на которые есть в райтапы, условно говоря, там чуть-чуть поменять, но все равно у меня так получилось, что многие там, если на лекции они слушают, я им там рассказываю, как-то вроде получается интересно, а потом получилось так, что я говорю, что-то не получается, подходите, помогу там, соберитесь группой, мы назначим любое время, когда мне удобно, и сделаем, и они просто там не получаются и сразу же забивали. Проблема в том, что эти райтапы, может быть, не так просто читать. Честно говоря, когда ты студент, еще не в курсе всяких вот этих дел, у тебя даже в лексиконе фраз таких нет, которые используются при объяснении, ты просто там половину слов не понимаешь. И это может быть дополнительным фактором, который как раз их от этой темы отводил. Просто потому, что, ну что, накидали в райтапов, и дальше что? Я все равно ничего не понимаю, и поэтому, раз я за пять минут не разобрался, то и дальше я время тратить не буду. А, ну или так-то. Может, поставим в райтап? Ну, а вообще, студентам лучше в позитив на практику приходить. Мы сейчас активные программы запускаем и для экспертов, и для разработчиков, и как раз там можно объединить две эти экспертные тусовки. Так что, следите. буквально летом запустится новая программа стажировок, так что welcome в позитив. Спасибо тебе большое за лекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!